Вы можете быть очень классный человек, талантливый, который хочет всему миру помочь. Просто если у вас паспорт не тот, вас будет сильно дискриминировать. А тут меня вице-президент Google напрямую просит. А Google X это такой отдел, секретная лаборатория, где занимаются беспилотные автомобили, беспилотники, дроны, воздушные шары, роботы, там чего только нет. Всем привет, добро пожаловать на канал ProcBlog. Меня зовут Виктория Бородина, а рядом со мной Телег Мамутов. Телег, представься, пожалуйста. Всем привет, меня зовут Телег Мамутов. Родом из Бишкека, из Кыргызстана. Сейчас живу в Сан-Франциско. Работал в Google 11 лет уже. В прошлом году ушел, начал свой стартап. Познакомился с Викой. Очень приятно быть на этом канале, который я сам смотрел. Сам был на той стороне. Да, спасибо за то, что пригласила. Конечно, очень приятно пообщаться с тобой и со всеми вами, надеюсь, в комментариях. Более того, ты первый человек из Кыргызстана на моем канале. Но когда ты был первым человеком в Google из своей страны? Да, первый человек из Кыргызстана в Google. Это было в далеком 2007 году. Про это могу коротко рассказать. Потому что очень необычная история. Учился я, мне кажется, возможно, в лучшем вузе в Кыргызстане на программиста в 2001-2005 годы. Что-то очень хорошо получалось. Там много программирования. Какие-то другие предметы не совсем. И вообще с дисциплиной были чуть проблемы. Один раз чуть меня не исключили из университета. Меня декан очень спас. Президент и другие хотели уже исключить. Еле-еле выдержал. Еле-еле закончил. Но очень нравилось программировать. Фрилансером работал. Где-то там проекты находил. И за рубежом, в Кыргызстане. Иногда пытался попасть в какую-то компанию местную. И часто меня не брали в местной компании. И я думал, я хотел бы, мечтал в Японии пожить. Японский язык изучал. И также преподавал программирование. Очень любил преподавать. И сейчас люблю. И так получилось, что в 2006 году, через год после окончания, мне пришел этот имейл. Там, Alan Brady от manpower.com. Не хотите ли вы работать в компании, которая занимается поисковой системой, которая называется Google? Google еще заподозрил. Зачем так объяснять? Просто скажите Google. И они говорят, там пинг-понг, бесплатная еда, кресло для массажа и так далее. А я тут не могу работу в Кыргызстане найти. У меня часто вообще не было зарплаты. Преподавательской зарплаты хватало на транспорт. Ну, иногда был контракт на 500 долларов в месяц, самое лучшее. Я еще дома был, я маму позвал. Говорю, смотри, мам, типа с Google написали. А она говорит, не отвечай, точно афера. Сейчас попросят 10 тысяч долларов. Я, кстати, один раз ответил, ну, для смеха, 3 года до этого. Там меня как раз попросили. Я думал, очередная интернет-афера. Теперь они научились новому типу афера. Сделал исследование. Оказалось, ну, реально в той стране, в Ирландию пригласили. Реально очень много набирают людей. И там реально позиция открыта. Аналитика качества поиска на русском языке. И аккуратно ответил на этот имейл. Типа, а что от меня надо? Какие следующие шаги? Надо ли отправлять деньги? Ну, я так не спрашивал. Но я так аккуратно спросил. И, кстати, прикольно, этот имейл у меня сохранился. Если кто-то спросит, могу там скриншот выложить. Мы его выложим. Там с опечатками на английском были. Там несколько ошибок на английском было. Я вообще удивлен, что взяли, да. А ты тогда не заподозрил, а ты сейчас перечитывал нашу ошибку? Я перечитывал, думаю, ах, мне больно, когда я читаю этот имейл. Но это что, классно, что не должно это задерживать, что да, у вас не идеальный английский. Сложно, чтобы у вас был идеальный английский. Но я много-много примеров таких вижу. И коллеги мои делают ошибки. Да и сами американцы, англичане тоже делают ошибки. Я сейчас больше начал это замечать. Потому что, когда я делал ошибку, мне так прям сильно больно. Но когда они делают ошибки, я думаю, они местные и вообще без разницы. Ну, сейчас президент США вообще много ошибок делает. Сейчас вообще легко стало. Я никого не знал, кто в этих компаниях работает. Прокблога, к сожалению, не существовало в то время. Еле-еле подготовился. Информацию собрал. Один друг мне помог чуть-чуть именно вопросом по качеству поиска. Меня пригласили на собеседование в Москву, он сайт. Первый раз в Москве был, большой город. Первый раз с гуглерами пообщался. Для меня уже было счастье, что я пообщался с теми людьми, которые работают над моим любимым продуктом. Я в то время вообще не думал, что я смогу. Собеседовался и вернулся в Кыргызстан. Некоторым людям сказал, что я прособеседовался. И эта новость распространилась по всему университету вирусно. Но, к сожалению, у меня через где-то три недели, долго я ждал, пришел отказ. И потом они сказали, можете через шесть месяцев подать. И потом несколько месяцев в университете ко мне люди подходили и говорят, а, ну что, как ты в гугл? Взяли, не взяли? Не взяли. Короче, один, весь и два. Я уже забыл. Ну, как бы забыл. И потом все равно, а, Телия, как там гугл? Блин, нельзя. И вот эта вот неудача преследовала несколько месяцев. Ну, я к этому хорошо отнесся все-таки, потому что все равно другие вообще даже до туда не доходили, те, кого я знаю. То есть для них все равно это было какое-то даже уважение, что я на онсайт прошел. Достижение было для меня. Но я все-таки решил подать еще раз через шесть месяцев. И со второго раза меня уже приглашали на онсайт в Ирландию, где должность именно. И со второго раза уже попал. Там тоже была куча сложностей с английским языком. Мне посоветовали пиджак взять, что необычно было в то время. Я его потерял в самолете. Там тоже было много приключений, но в 2007 году попал в гугл, спрашивал HR, есть ли из Кыргызстана кто-то. Сказали нету. И осознал, что оказался первым кыргызстанцем в гугле. Привет, ребята. Меня зовут Миша. Я инженер в Амазон и Викин муж. Мне надоело каждый день ходить на работу в офис, поэтому я хочу поехать в Мексику, поработать удаленно, позаниматься серфингом, познакомиться с новыми интересными людьми и, может быть, сделать какой-нибудь собственный проект. Сейчас я ищу путчиков для поездки, поэтому, если вам это интересно, заходите за подробностями в описании, пишите мне на почту с пометкой HackerTrip и увидимся в Мексике. Продолжайте смотреть это видео. Твоя первая роль в гугл была Associate, правильно я? Да, Search Quality Associate называлась. Можешь рассказать подробнее, что это значит? Да, вообще одна из вещей, что университеты не знают, какие должности существуют, студенты не знают, какие должности существуют. Есть куча разных необычных должностей, и это человек, который должен знать английский, русский и технически какой-то уровень должен быть. Это не программист, я не на программиста поступил. Что происходит? В гугле есть выдача качества поиска, она полностью алгоритмическая, но русские, русскоязычные программисты, они очень креативные, они пытаются попасть в топ. Они придумывают очень интересные алгоритмы, чтобы туда попадать. И их пока вот в американский алгоритм сможет до них поймать, это уходит месяца. И поэтому такие аналитики нужны, которые изучают эти тренды и находят «А, я понял, они придумали этот алгоритм, и он вот это делает». Но мы не писали сами алгоритмы, мы говорили «Окей, мы сделали исследование», как ФБР, да, можете сказать, «Мы сделали исследование, и вот мы считаем, что нужно сделать. Нужно обновить алгоритм, потому что на русском языке это не работает». И на каждый язык была такая команда, очень-очень прикольная, международная команда здесь, португальцы сидели, голландцы все на одном этаже, и русский язык был самый сложный рынок был. Когда нам показывали спам на турецком языке, там вообще был детский, на черном фоне, черными буквами написали, а русский спам был, там искусственный интеллект был, там текст писали в 2007 году, и мы не могли понять, это человек написал или не человек. Такой тюринг-тест, можно сказать. Так что да, очень закалка хорошая была, именно, потому что мы как бы, грубо говоря, это как было кошки-мышки с русскими, русскоязычными программистами, которые занимаются black hat, SEO, ну мы называем это спамом в гугле, да, ну они такие, там много порно, там всякие такое, темная сторона интернета, очень, с ней ознакомился, но вот это очень интересно должно, на самом деле, потому что осознаешь, какие части интернета есть, и осознаешь, ну как люди пытаются попасть в выдачу, это очень интересно. А как дальше развивалась твоя карьера? Потому что я знаю, что у тебя было много разных интересных позиций. Первая вещь, что я учился на программиста, обожал программировать, и вот эти вот два года аналитиком работал, уже я чувствовал, повторяющиеся вещи делаются. И я и некоторые друзья, которые в этой команде, программисты тоже были, мы думали, давайте мы сделаем приложение, которое облегчит нашу же работу. И мы в итоге начали делать такие приложения, и они начали автоматизировать нашу же работу. И мы уговорили менеджеров сделать свою команду программистов, типа давайте мы не будем вот это делать, повторяющиеся, мы будем программировать. И вот тогда я стал программистом, именно для этой команды, Там около 200 человек на то время было. И это было очень классно, что наши пользователи были, рядом с нами сидели, они просят, мы им делаем, они очень радуют, благодарят нас сразу. А когда качество поиска, то там пользователь, непонятно кто, непонятно где, не было такого личного. И вот два года работал программистом, но потому что я был первый кыргызстанец в Гугле, параллельно мне хотелось что-то делать в Кыргызстане, и я сначала логотип Гугла на праздничный Google Doodle, там есть Новый год, я писал там «Джангид Джилнисдар Минэн» с Новым годом в нашем языке. А потом меня просили, а, ты, может, с Казахстана кого-то знаешь? С Узбекистана? Я говорю, да, я спрошу. И я на Твиттере тоже начал писать. И вот так меня люди начали узнавать внутри Центральной Азии, как человека из Центральной Азии в Гугле, и наоборот. И я таким хабом стал. Сначала запускал маленькие проекты, просто маленький перевод там трех слов. И в итоге, со временем выросли, я запустил, ну, самый сложный, наверное, Google Street View в Кыргызстане, очень сильно уговаривал, Google Translate, Кыргызстан, Казахстан, то, что, ну, вообще перевод почти что всех продуктов на кыргызский, казахский, узбекский языки. Я уговаривал, что стоит инвестировать, чтобы они наняли переводчиков, ну, контрактников, и сейчас уже на более постоянной основе многие из этих языков обновляются. Вот, но это я делал в свободное время. Это 20% проект в Гугле, то, что называется. Это Passion Project, да, то, что называют, Pet Project. И так получилось, что эти проекты доросли, я подписал несколько контрактов с мобильными операторами, там, KSL, USL, B-Line в Кыргызстане, там, еще несколько, в свободное время, из Дублина удаленно. А команда, которая этим занималась, они мне сказали, может, ты в нашу команду перейдешь, раз ты этим все равно занимаешься. А на тот момент мне то, что я в Дублине занимался, чуть-чуть наскучило, ну, уже хотелось чего-то нового. И вот тогда меня пригласили в эту команду, говорят, давай ты будешь заниматься в Центральной Азии. и вице-президент, она мне лично сказала, я говорю, а что мне нужно будет делать? Она говорит, ну, то, что ты делаешь уже, только больше. Говорит, придумай стратегию. И, с одной стороны, я вообще не хотел в бизнес идти. Я вот хотел, мне нравится программировать, а это просто так прикольный проект. Но такая классная возможность, она говорит, хочешь, можешь жить там в Дубае, можешь в Сингапуре. Говорит, ну, выбери, где будешь, в офисе в каком. И просто делай то, что ты делаешь, и стратегию придумаю. Ну, я подумал, это очень классная возможность. Да, это не инженер, не программист, но это прикольно. И я вот так последовал своему такой страсти. Плюс раньше я общался так максимум с директором. А тут меня вице-президент Гугла напрямую просит. Я как бы, я думал, надо брать эту возможность. И тогда я стал первым официальным представителем по Центральной Азии. Как раз вот в то время запускал Street View и так далее. И это очень-очень прикольно было. Но это длилось недолго. Гугл постоянно делает реорганизации, которые очень много стресса создают многим людям. Нашу большую команду начали менять в разные, ставить другие отделы. Она ушла в другой отдел. Потом она, кстати, с Обамой начала работать. Она была Chief Technology Officer of USA, Megan Smith. Вот, она ушла из Гугла. И новый вице-президент, ему не совсем было интересно Центральная Азия. Она говорит, телег, да, классный проект, но нам нужна Индия, Индонезия, там Россия и так далее. И я тогда подумал, с одной стороны, беспонтово было, потому что я уже всем сказал, что я буду сейчас продукты делать в Центральной Азии. А потом, типа, а, до свидания, короче. Это был тоже интересный момент психологический. Но, с другой стороны, это была возможность. Они сказали, окей, теперь ты будешь заниматься развивающими странами. И там Латинская Америка даже. Вот. И плюс меня перевели на бизнес-продакт-менеджер. Такая роль. Почти что продакт-менеджер. Чуть-чуть сфокуса на бизнес. И тогда я думал, окей, надо брать эту возможность. И переквалифицировался в эту сторону. И уже тогда начал путешествовать, там, в Африку не было в то время. Латинская Америка, Мексика и так далее. Много стран Азии. И запускали продукты в этих странах. И вообще очень было весело. Путешествий много. И я еще осознал, что на самом деле люди более похожи, чем мы думаем. И то, что мне так нравится Центральная Азия, я считаю, она уникальная. На самом деле похожие люди есть везде. И мне люди понравились во всех этих странах. И мне очень понравилась тема Emerging Markets. Что куча таланта в этих странах, куча возможностей. Просто экономика не совсем, там, политика проблемы. Но люди очень классные. Очень понравилась эта тема. И я ей занимался тоже два года. И тогда этот отдел тоже реформировали. И сказали, даже это на тот момент, там 200 человек было, в разные отделы начали перетасовывать. Меня попросили помочь с Голландией и с Англией. И мне что-то вообще неинтересно стало. И тогда это был очень тяжелый тоже момент в моей карьере. Я не хотел заниматься Голландией и Великобританией. И я думал, окей, я хочу переехать в США в главный офис. И я начал искать роли. И я понял, окей, я могу подать на любую роль почти. Я могу на программиста подать, на продакт-менеджера подать, на бизнес-девелопмент. Я везде могу подать и что-то хорошее сказать. И я подал несколько должностей. И интервьюировался, там он-сайты были. И так получилось, что в итоге я нигде не был специалистом достаточно. И чтобы перевести в США, я понял, осознал, что нужно было или быть программистом, или быть очень прям специалистом в одной вещи, или менеджером высоким. А я был, если был в чем-то специалистом, на тот момент это Центральная Азия. Лучше меня никто не знал в Гугле, точно. Но это недостаточно интересно. Слишком маленький рынок. И очень депрессивное время было, потому что куча отказов была. Как бы думают люди, типа, вот, он в Гугл попал, все. Типа, жизнь на этом закончилась. На самом деле с Гугла в Европу, с Гугла в США очень сложно было попасть. Я карьеру строил на интуиции в то время. Вот мне интуитивно нравится это делать. Типа, follow your passion. Я туда шел. Но я на тот момент думал, блин, возможно, я неправильно это сделал. И вот когда я все эти отказы получал, коллега, я зовут Сухер, которая со мной работала, она говорит, а телег, можете с Гугл Экс подать? А Гугл Экс это такой отдел, секретная лаборатория, где занимаются вот беспилотные автомобили, беспилотники, дроны, воздушные шары, роботы, там чего только нет. Туда очень многие из Гугла пытаются перейти в этот отдел. Я сказал Сухер, как бы, во-первых, я физику химии не помню. Хардвор я не работал. В другие отделы меня не берут. Я говорю, я просто истрачу их время зря. Спасибо, конечно, я просто жалею их время. Я ей так сказал. Она говорит, нет, телег, ты должен с ним пообщаться, он классный, типа, даже пусть у них не будет должности, может, у них в будущем откроется должность. Как бы, я был как раз здесь, навещал, попробуй поговорить. И она у меня говорила. Вот, и, ну там у этого менеджера, с которым она познакомилась, была должность, написано было, семь лет опыта работы нужно было с картами. Программист. Я был программистом, но я три года на то время уже не программировал вообще. Я бы в бизнес ушел. То есть это одна проблема была. Вторая проблема была, у меня не было опыта с картами. Я чуть-чуть это пробовал, не семь лет, а семь дней. Может, семь недель. Но я все равно, я пошел, как бы, откровенно, как бы, я много не ожидал от этого. Познакомился. И мы очень друг другу понравились. Мы прям поняли, что нам очень нравится тема развивающих стран. Похожая культура какая-то. Он бразилец, но вот какой-то похожий подход к жизни. И куча вот этих вещей, которые я по чуть-чуть, можно сказать, знал, оказались очень подходящими. Я с мобильными операторами работал, сделки заключал. Я сервера ставил там в операторах. Я Wi-Fi запускал. Я чуть-чуть над картами работал. Я внутренние продукты создавал. Короче, у меня несколько вещей было, которые мне понравились. Такая уникальная комбинация. Но как он написал job description, я не был этим. И вот я ему сразу очень понравился. Он с тех пор меня не интервировал. Он только других попросил проинтервировать. Ну, это регулярный процесс. И от того, что это был Google X, я туда готовился с огромной страстью. И намного больше готовился, чем на другие собеседования. И в итоге меня взяли. Это было для меня шоком тоже. Это был вторым большим шоком в моей жизни. Первым шоком было, что меня в Google взяли. Вторым шоком, что Google X взяли. И я осознал, что, во-первых, тебя могут недооценивать, куда ты подаешь. Например, в Кыргызстане меня некоторые недооценивали, когда я подавал туда. Типа, они меня не брали, а Google взял. Я не думаю, что это ошибка была у Google. Но мне кажется, они меня недооценивали. Но я отказы же получал. И психологически у меня уходила самооценка вниз. Вторая вещь, когда что-то такое вдохновляющее, прям хочется больше готовиться к собеседованию. На собеседовании больше энергии. И с Google X тоже так же получилось. Как-то я сам себя недооценивал. Плюс, когда я уже почувствовал, что есть шанс, я очень с двойной страстью готовился. Я вот всем стараюсь свою историю рассказать, потому что мне как бы повезло, что у меня такие люди оказались, как вот этот рекрутер, который меня выкопал из непонятной страны, непонятного университета. И вот моя подруга, которая сказала, нет, иди. Она настояла, даже при том, что я ей говорил, нет, я не хочу. Хотелось бы, чтобы у каждого в жизни такой человек появился, который скажет, нет, ты сможешь. Если ты не смог добиться цели, как бы на этом этапе, целься выше, может быть. Это контринтуитивно, да. Кажется, если ты не смог сюда, может, ниже тебя надо. Как бы не смог в Кыргызстане работу получить, или программистам, может, я не знаю, полы мыть или что-то. Полы мыть, конечно, тоже уважаю людей, кто это делает. Но в том смысле, что иногда выше целиться даже может быть лучше. Да, это сложнее, но больше будет мотивации, и люди будут умнее, они ваш талант могут заметить. Иногда, да, процессы у компаний таких непонятных, и непонятные процессы не совсем хорошие. Да, вот это вот очень было сильным уроком в моей жизни. Ну вот столько много интересных занятий, интересных ролей у тебя было. Вот с высоты сегодняшнего полета, какая для тебя была самая интересная и челленджевая? Я четыре года в Google X работал, а первые два года было очень весело, конечно. Занимались, кстати, проектом воздушных шаров. Это воздушные шары, ну, размером с двухэтажное здание. Они наполняются гелем, поднимаются вверх, и начинают, как бы, уходить, да, с ветром, с течением ветра. И чтобы ими управлять, мы что делаем? Мы положили туда маленький воздушный шар, и туда мы накачиваем воздух. И когда мы туда воздух накачиваем, воздушный шар, он опускается. Когда, если мы хотим подняться, воздух мы спускаем, и опять же, ну, плотность понижается, и он вверх уходит. Таким образом, допустим, если наше течение относится сюда поток, а мы хотим вернуться, чтобы интернет раздавать здесь, тогда мы узнаем, что здесь есть ветер обратно, в другую сторону. Тут 20 километров, допустим, тут 25. Мы выкачиваем воздух, гелий легче, чем воздух, шар вверх уходит, и возвращается с этим потоком, и потом можем опять воздух набрать, опустить, и он так может крутиться вокруг одной области, и он раздает интернет. Как он раздает? Человек в селе, в отдаленной местности, подключается к шару, шары подключаются друг к другу, такую сеть, и в итоге один из шаров подключается где-то там к городу. То есть это такая сеть не на земле, где антенны стоят такие, на горах, там еще где-то, здесь есть антенны, здесь вам нету, но это такая сеть, которая в воздухе летает. Над этим проектом работал я два года, мы запустились в Порто-Рико и Перу, в Перу там были наводнения, упали вот эти вот антенны, и мы туда в течение двух дней, по-моему, успели шары отправить с Америки, и люди, которые там попали в какое-то происшествие, они могли своим родственникам, друзьям позвонить, сказать, что у них все хорошо. А вот это очень классно было. И это было в Перу, и в Порто-Рико было тоже пару лет назад ураган был, и тоже огромное количество вот этих вышек, мобильных станций упало, и тоже туда запустили шары, и предоставляли они связь. Это было бесплатно. И вот сейчас объявление они делают, что они сейчас в Кене запускаются. Но в Кене разница будет в том, что это будет платно. И это такой сервис, который фокусируется на развивающиеся страны, и внутри этих стран на сельской местности. Потому что в городе, в любой стране, даже вот там Сомалия, Северная Корея был, там везде есть хороший интернет. Но в Северной Корее, он очень ограниченный, конечно, но там 3G есть, да. И в этих странах они поднимают там 2G, 3G, 4G, 5G, да. В городе всегда есть деньги. А в отдаленных местностях это дорого очень, строить вот эти вот вышки. И идея воздушных шаров это, чтобы интернет был дешевле для вот этих всех людей, половина населения, у которых или плохой интернет, или его нет. Вот. Это проект именно воздушных шаров. И 2 года после этого я занимался своим проектом Google X, где платформу, которую я построил внутри, для воздушных шаров, мы ее использовали для многих других проектов. Мы брали огромное количество данных географических и помогали делать анализ машинного обучения, любой другой анализ для других, в общем, проектов. Ты сказал, что вот ты делал свой проект. Насколько легко в Google запустить свой проект? Что для этого нужно? Как устроен процесс? Да, это очень классный вопрос, мне кажется, потому что я всегда пытался. У нас было один раз соревнование сайтов, где нужно было просто сайт сделать в Дублине. Мы решили не просто сайт сделать, целый стартап решили сделать, тоже как раз вот насчет карт. И думали, попробуем как раз его как бы в США презентовать, и может быть, типа, это понравится. Тогда Google Plus еще был секретный, про него никто не знал. И мы эту команду презентовали, говорит, давайте мы там вот этот проект наш делаем, часть Google Plus. И это у нас только внутри секретный стартап был, внутри Google. Но всегда есть какие-то возможности необычные. Google к этому довольно хорошо относится, в отличие, насколько я знаю, от других компаний. Есть много всяких таких возможностей. Ну, Google Plus, он для этого создан. Google Plus создан, это как лаборатория для компаний. Лаборатория, которая создает новые компании. Не просто технологии, а именно компании. И смысл в том, что как бы именно это делать. Но всегда, даже в другой части Google, всегда можно что-то придумать, какой-то свой проект. Я всегда такое пытался придумывать. Все-таки, каждый человек может, абсолютно любой человек, может инициировать проект. Зависит от менеджера. Обычно в Google инженерская часть, там больше, честно говоря, свободная, более свободная культура. Бизнес, оперейшнс, не такая свободная. Все равно хорошая, но я уже начал с этой части, потом перешел сюда. Я смог сравнивать. Некоторые менеджеры, которые в бизнес-части, они вот только что пришли с какой-то, с другой компанией, очень стандартные. И у них более стандартное мышление. И они там говорят, что с 9 до 6 должен быть на работе. Редко такие, но такие могут плохо относиться, если у человека проекты. Есть менеджер, вообще супер. Хочешь проект делай, хочешь стартап делай, уйди из Google, очень сильно зависит от менеджера. В среднем у Google хорошая ситуация, но ты можешь начать как 20% проект. И потом, да, вопрос в том, как он будет расти. Но теоретически любой это может делать. Сейчас, насколько я знаю, Google X называется X-development. Просто X назвали. Это такой своеобразный инкубатор каких-то внутренних стартапов, скажем так, да? Да, это как инкубатор стартапов. Именно они на 3 смотрят факт, критерия. Это должен быть что-то, что помогает сотня миллионов людей или миллиардам. Это должно быть очень сложной технологией и что-то такое чем-то инновационным. Ну и хорошим бизнесом, как бы я от себя добавляю. Например, беспилотные автомобили это очень хороший пример. Да, Waymo. Инновационные. Waymo сейчас называется. Инновационное, очень сложное и очень помогает людям. Происшествие снижает, если человек незрячий и так далее, и так далее. Куча там есть таких примеров, где беспилотные автомобили могут помочь. А чем вообще отличается работа, не знаю, устройство рабочего процесса в этом отделе от остальных отделов Google? Очень большой фокус на инновации и там есть одна из больших таких прикольных вещей более открытых провалов. потому что такие технологии они более сложные и вероятность провала выше. Если люди боятся провала, то они скорее всего будут менее инновационную вещь делать. Если люди боятся провалов, они сделают похоже на других, они просто скопируют. И чтобы люди прям совсем инновационные идеи придумывали, как воздушные шары для интернета, они создают культуру, где если ты провалился, все нормально. я провалился там точно несколько раз. И они все равно, ты можешь продвижение получить, бонус даже можешь получить. Плюс психологически они это говорят. Молодцы, да, не получилось, но они молодцы, теперь они будут вот этим заниматься. И это как бы прямо сверху вниз от главы нашего Астротеллера шло очень хорошо, и он в это глубоко верит. Именно вот культура провалов, плюс есть процесс именно то, как мы подходим к инновациям. Это ну прототипы очень быстро делают. Lean Startup, многие стартапы делают. Плюс люди с разных наук, там люди могут там с биологией, там нейробиологией работать, кто-то там химии эксперт, кто-то там психологии эксперт, а кто-то просто Африку хорошо знает. И это все люди в одной комнате могут очень крутые вещи изобрести. И вот этот отдел чем крутой, там в одном здании нереальное количество разнообразных специалистов. Я думаю, много есть крутых компаний, там Tesla очень крутая, SpaceX, там все компании, вот ребята, которые на проблоге были, по-моему, уже все покрыли. SpaceX, наверное, сложно, потому что там американцы тоже должны были. нужно граждан. Да. И вот я сейчас ушел в прошлом году от этого, чуть-чуть не хватает. Сейчас я все-таки больше как бы в софтовую часть ушел. А кроме вот этого проекта Loon про воздушные шары, которые раздают интернет, и самоуправляемые автомобили Waymore, какие еще были там проекты? Можешь вспомнить? Да. Один из проектов, который очень интересный, про который мало знают, это, он называется Makani, что с гавайской переводится ветер. Его придумали пару инженеров, которые здесь, в Сан-Франциско-Бэре, занимаются кайтсерфингом. Как, наверное, видела, многие здесь это делают. Это вот воздушный жмей такой большой, да, и вы еще серфингом, на серфинговой доске. Это очень сложный вид спорта. Я на серфинге еле-еле, чуть-чуть научился. Кайт я вообще не смог отдельно использовать. Они два одновременно делают. Иногда он их уносит в океан. Так вот, они, когда этим занимались спортом, они как бы очень хорошо знают, как ветер движется, плюс они инженеры. И они придумали сделать такой воздушный жмей, который будет делать вот такой круг, и вырабатывать энергию, как турбина воздушная, ветряная, wind turbine. И он эту энергию сейчас направляет по тросу, ну, тросу вниз. Но это очень сложный проект, потому что это такой летающий, как бы самоуправляемый самолет, можно сказать. Плюс он еще энергию должен вырабатывать. Это нереально сложно, они долго над ним работают. То есть, это все равно еще как эксперимент этот проект. И вот это, да, один из один из таких, про который мало знают, но он очень крутой, мне кажется. Макани, если на ютубе посмотрите, там очень вдохновляющие видео есть. Ты проработала в гугл очень долго, 11 лет, да? Вот для тебя корпорация, это добро или зло. Да. Именно гугл или в общем? Ну, в общем, это культура корпорации. Плюсы, мне кажется, есть, потому что моя культура лично изменилась в позитивную сторону во многом, потому что некоторые работодатели мои в Кыргызстане кричали на меня, после того, как накричали, сразу ушел. И как бы бывают вещи культуры, из-за этого какая-то культура плохо работает, компания проваливается. Другая культура хорошо работает, компания становится успешной. То есть иногда хорошо как бы они культуру распространяют. Google начал бесплатную еду делать, сейчас все делают бесплатную еду здесь, да? И какие-то вот такие хорошие вещи, они распространяются. В моей жизни корпорация именно очень помогла там с иммиграцией, да? Без корпорации мне было бы очень сложно, сложнее иммигрируя, да? Ну, надеюсь, Виктория вам тоже поможет с иммиграцией, потому что Виктория очень крутой специалист, знает иммиграцию, очень много интересных, креативных возможностей, поэтому, да, иммиграция это очень-очень интересная вещь, вот, и корпорации помогают с этим, ну, ради своих целей, но это помогает и вам, вот, но насчет минусов, конечно, это корпорации любой, самое хорошее, накапливаются правила, правила продвижения в гугле, да, кто-то, какой-то дяденька, скорее всего, это был мужчина, написал какие-то правила, или там три мужчины в комнате, сколько-то лет назад, и кто-то там вот здесь эти правила должен исполнять, и это очень сложно поменять, таких правил очень много, и допустим, я, когда вот последние два года у меня был свой проект, нас было два человека, в итоге мы шестизначный долларовый доход у нас мы довели всего лишь вдвоем, это был нереальный успех, но когда на продвижение подаешь, то написано, типа, ну, телег, ты там, technical program manager, и чтобы тебе продвинуться на следующий уровень, тебе нужно, чтобы тебе 10 человек, ты работал с 10 программистами, не, что-то не, и получается, тебе нужно под правила игры играть, некоторые люди очень хорошо это умеют, я очень, вот это вот правила продвижения мне всегда не нравились, правила попадания на работу мне нравились, они отбирают, хотят лучшего сотрудника, правила продвижения мне всегда думал, какие-то они странные, и тот, кто решал, принимал решение, этот человек не писал эти правила, просто вот кто-то написал, никто не знает их имен, и вот мы сидим в комнате и пытаемся понять, что они имели в виду, то есть корпорации накапливаются правила, которые могут быть просто глупыми, какая бы хорошая корпорация ни была, и политический момент есть, как бы продакт-менеджер любой в Google и других компаниях знает, насколько политический момент сложный бывает, Google, чем отличается от многих других компаний, это очень большой фокус на программистов, очень уважают их, ну что Ларий Сергей и сами программисты, очень много власти дают, и раньше дизайнеры даже вообще мало власти было, Apple, дизайнеры, очень большая власть, да, и программисты, они могли любое сделать и запустить, ну раньше, сейчас дизайнеров больше власти, ну не больше, чем программистов, но в общем больше, вот, и программист, и программист любой, даже самый, там, джуниор, может повлиять сильно на решение, если вы этот программист, это супер, да, как бы, вам не нравится проект, вы можете уговорить не делать его, вот, а если вы продакт-менеджер, который пытается запустить очень сложный продукт, вам нужно уговорить, этот отдел, у меня было там, YouTube, он говорит там, Project Fire, Google Maps, то там нужно уговорить, там, нам нужно было один раз вице-президента, даже старшего вице-президента, там, вице-президент, директор, еще, еще, и вот этих всех нужно говорить, каждого, здесь каждого, здесь каждого, вот, иногда вот такие вещи, я, как бы, самый экстремальный случай говорю, конечно, в других компаниях, я слышал, Apple, Tesla, там, вот, сверху решили, ну, там, просто у них там сильно шло, Стива Джобса, Илона Маска, сверху решили, все должны сделать, в большинстве компаний, наверное, так, классно для менеджеров, да, не совсем хорошо для программиста, потому что программист может сказать, блин, да я не хочу это делать, типа, закрой рот и делай, ну, я преувеличиваю, уверен, так не говорят, но, плюсы и минусы есть, минусы, в том, что политически, это, приходится там, дружить с ними, там, не знаю, на обед ходить, на ужин, потому что сложно, у каждого свои интересы, так, когда большая компания, у каждого, вот, как бы, маленькая компания, мы вдвоем можем решить, туда идем, и туда идем, большой компания всегда будет, чуть-чуть не туда, куда-то туда будет, и всех в одно направление отправить, очень сложно, но это в этом задачи, продакт-менеджеров, этих компаний заключается, на самом деле, очень прикольная задача, наверное, политиком, после продакт-менеджеров, может, хорошим политиком, стать, потому что именно нужно внушать, коалиции строить, сам, сам, техническая часть, довольно легкая, презентовать, техническая часть, сейчас вот свой стартап делаю, для меня это легко, а вот именно вот, уговорить несколько отделов, это тяжелее, это тяжелее, а в какой момент ты почувствовал, что все, хочешь делать свой стартап? Да, это было плавно, ну, вообще, как бы, очень сильно влияет на карьеру, на всех, нашу, нашу, так, кто вы смотрите, с каким паспортом вы родились, да, я считаю, это, как бы, не совсем честно, потому что вы можете быть очень классный человек, талантливый, который хочет всему миру помочь, просто, если у вас паспорт не тот, вас будет сильно дискриминировать, у меня карьера, очень сильный выбор делал, именно, думая, как бы, что, как мне поможет, это с визой, и так далее, и так далее, я давно думал о стартапе, ну, частично, почему я захотел переехать в Кремниевую долину, это, ну, что здесь лучшее место для стартапов, то есть, я давно уже задумывался, но я не мог, потому что у меня была L1 виза, это такая виза для перехода, опять же, Вика очень много про это знает, он расскажет, для переезда из офиса одного в офис другой США, по ней я переехал, она классная виза, потому что, если у вас супруга или супруг, они могут любой компанией работать, как американцы, это супер, они не привязаны к компании, они только привязаны к супругу и супруге, я был привязан к компании, и вот, и я подал на грин-карту, и когда я ее получил, я уже еще больше начал задумываться, потом, когда свой проект делал, он очень хорошо, очень много чего достиг, но я понял, что я занимался на то время машинным обучением и картами, очень нравится, но клиенты были там, иногда нужно было общаться с недвижимостью, индустрией недвижимости, розничной торговли, и у них были проблемы, но у меня не было страсти решать их проблемы, вот, я понял, нужно делать что-то, где ты прям сильно хочешь решить их проблемы, я решил тогда, окей, как раз у меня грин-карта появилась, свой проект уже в хорошем состоянии, передавать уже начал, и думаю, окей, пришло время, ну, еще вот с личной стороны, у нас сейчас все детей нет, думаю, окей, классно, сейчас детей нет, точно хорошее время для стартапов, вот эти все несколько вещей привели к тому, что я, наконец, тяжелое решение принял, после 11 лет ушел, что было чуть-чуть страшно, конечно, потому что, ну, привык прям, меня люди знают, как Google, да, там, часто, и очень необычно было, как часть идентичности у меня была, но я не жалею, очень-очень рад, дела идут хорошо, и решил вот заняться любимым делом, которым давно хотел заняться. Мне вот интересно, знаешь, какой момент, что сейчас твой проект, вот, сбегая вперед, он занимается развитием естественного интеллекта, людей, да, интеллекта людей. при этом, ты специалист, который занимался такими супертехнологиями, как воздушные шары, раздающие интернет, да, и прочие другие интересные проекты, и фактически, ну, это немного противоречит друг другу, да, почему ты пошел именно заниматься естественным интеллектом? Эту фразу, как бы я, когда отправил свой имейл, прощальный, я написал I want to work on natural intelligence. Для многих людей это была непонятная фраза, что все думают artificial intelligence, artificial intelligence, сейчас придет, сейчас придет, и прям все об этом думают, говорят как-то, это очень сейчас сильный тренд, я думаю, он будет продолжаться. Я с детства, первая мечта у меня была быть учительом математики, что у меня очень хороший учитель математики был. Как только я выпустил с университета, я пришел, вернулся, говорю, можно я буду преподавать? Я придумал курс, они меня разрешили. И меня всегда тянуло к образованию, но куча всяких есть проектов образования, есть Udacity, там Khan Academy, видео классные образовательные. И я думал, окей, контента уже много есть, но все равно чего-то не хватает, что вот контент есть, как вот эти книжки, но они сложно заходят. Ты знаешь иногда, что тебе нужно прочитать эту книжку. Допустим, для интервью в Google, там, cracking, это кодинг интервью. Она вот такая большая, как ее загрузить в мозг? И вот этот вопрос, который у меня задумался, как загрузить книжки в мозг? И это один из вопросов. И тогда я подумал, ну, когда реально это происходит? Когда у человека очень мощная есть мотивация, когда у него есть менторы? Вот я решил заниматься как раз этой темой, когда мы пытались понять, как улучшить вот этот наш естественный интеллект, плюс как помочь, чтобы вот этот процесс улучшения был очень-очень ускоренным. Вот. И я решил придумать такую сложную вещь, как, допустим, попасть, грубо говоря, развивающейся страны, в развитую, в Google, в другую компанию, потому что это интеллектуально сложная вещь. Многие люди этого хотят. И я думал, окей, давай я попробую именно понять, какие процессы можно сделать, чтобы у людей получилось такой скачок сделать. Именно с точки зрения мотивации, с точки зрения контента, с точки зрения менторов. Вот. И решил создать такую программу, которая помогает классным программистам выстрелить на совершенно новый уровень. И вот сейчас люди начали интервью тоже в Google X, тоже кто-то в DeepMind подает через нас. И такие очень-очень топовые места. И мне это лично интересно с точки зрения процесса интеллектуального. И мы очень много делаем там технических интервью, конечно. Интервью – это как вас судят. это такой выхлоп. Но что сделать для того, чтобы к этому интервью прийти, чтобы быть сильным? Вот это очень интересный вопрос. Мне хочется решить эту проблему частично, потому что я помню, насколько мне было больно, когда у меня не было этого сервиса, такого, который бы помог мне. И плюс у нас это как бы бесплатно. Вы платите только, если вы попадете в эту компанию, которую вы хотите. Таким образом, мы хотим побыстрее вам помочь и ускорить вот этот процесс обучения. Если вы не смогли попасть туда, то вы не платите, вы получили бесплатное менторство от кого-то с Google X, у нас OpenAI есть менторы, Facebook, Amazon, ну вот все топовые компании. Мне кажется, в общем, людям желательно понять, окей, у нас есть голова, у нее есть свои слабые, но и сильные стороны по сравнению с искусственным интеллектом и как нам использовать наши сильные стороны в этом новом мире. Будете ли вы вообще, если у вас таких, может быть, не в ближайших планах, а в дальних, подключать искусственный интеллект для того, чтобы развивать естественный интеллект? Ну, что я имею в виду? Например, я не знаю, как это применить, условно говоря, вот в прохождении алгоритмических собеседований, но, например, как бы я сделала, если бы я принимала человека на работу, да, и он проходит собеседование, и у нас, например, мы постоянно подаем какие-то вербальные и невербальные знаки, и, в принципе, какой-то искусственный интеллект может ловить эти знаки и интерпретировать каким-то образом. Допускаете ли вы какое-то внедрение искусственного интеллекта в вашу работу? Да, обязательно, да, обязательно будет это. Единственная разница, в чем отличается Google X и то, что я сейчас делаю. Допустим, Google X была обязательно нужна технология сразу. Если нету крутой технологии, то это не проект. И вот у меня машина обучения, мой проект был именно вот такой. Я показал, блин, это нейронные сети, они такие крутые, да, там, совершенно новые, но иногда непонятно, какая проблема. А тут я решил начать с проблемы, ее решить простым способом и потом искусственный интеллект может помочь на любом этапе. Во-первых, мы пытаемся найти самых лучших программистов в каждой из этих стран. Хотя бы там пять программистов достаточно. Как найти лучших программистов? Как предсказать, что у них будет классная карьера, да? Или может быть у них будет классная карьера, но они этого еще не знают. В общем, мне нравится очень моя карьера, очень понравилось. Было много фейлов, но я получил много удовольствия. Если бы меня не нашли, я бы это удовольствие может не получил, скорее всего. И как найти таких людей, которым можно очень сильно помочь? Это отдельный вопрос, да? Потом, как там процесс интервью в нашу программу тоже сложно попасть. Этот процесс можно улучшить. Сейчас много, там, я сам много лично делаю этих интервью, потому что я хочу, чтобы качество очень высокое было. Но меня можно заменить искусственным интеллектом для интервью довольно легко. Думаю, сложно, но на самом деле не суперсложно. Я уже чувствую, я повторяю одно и то же. Потом процесс именно то, что мы называем менторство, именно ускорение, чтобы люди быстро обучались. Плюс там есть люди, когда друг другу помогают. Там можно сделать бота, чат бота, который будет как коуч. он будет спрашивать каждый день, какой прогресс, что хорошего было. Я сейчас такими ботами много использую, но они для других целей. Для подготовки к интервью можно отдельно тоже бота сделать. Над этим тоже у нас план есть. После того, как люди уже дойдут до этого уровня, там, да, там мы уже помогаем с рефералами, там, я не знаю, как можно искусственный интеллект привести, но там очень интересный вопрос, идеальная компания. Многие думают просто, допустим, в Google попасть, но непонятно, а какой отдел? В Google я сам знаю, отделы совершенно разные. Определенному человеку понравится определенный отдел, а Google сейчас как берет? Он вас интервьюрует на back-end software engineer и потом вас ставит сюда. В Facebook больше выбора, но все равно как мы делаем, мы пытаемся понять человека очень хорошо и придумать идеальную позицию для этого человека и попытаться связаться с этим менеджером и говорить, окей, вы можете пообщаться с этим человеком, чтобы не было через обыкновенные процессы, потому что вас отправят скорее всего Google Cloud или Google рекламу, потому что эти очень большие отделы, они туда всех стараются, а возможно вы очень крутой специалист, я не знаю, в картах или еще что-то, то есть это зависит от рекрутера, как вам повезет, и это не идеальный процесс, это как дейтинг, приложение, они пытаются, или там мужа и жену пытаются найти, это же очень сложно, кто будет идеальной парой, и то же самое я думаю с кандидатом и компанией, кто будет идеальным, ну там много компаний этим занимаются, мы сейчас просто свою интуицию используем, но в будущем кто-то сделает AI, может не мы это сделаем, но это будет AI, который будет набираться больше данных об этом, но мое видение, что не будет не только AI, но будут еще и люди, что у нас очень хорошо растет интуиция, многие исследования есть, когда, допустим, два человека общаются, допустим, парень, девушка, и люди чувствуют, как они с собой общаются, расстанутся они через пять лет или нет, и предсказания у всех очень хорошие, вот какие-то глазом что-то не туда губами что-то сделаешь, мы очень классно это распознаем оказывается, и с очень маленького количества данных, что у нас эволюция в мозгу это уже запрограммировано, тренинг дейта, машинообучение нужно людей вот так с камерой снимать и потом записывать, кто захочет, у нас вот эти данные очень уникальные уже есть, у нас есть преимущества по сравнению с любым AI, именно с таких интуитивных вещах, одно из преимуществ будет на какое-то время, в будущем наверное тоже уйдет, но мне кажется, вот данные, нехватка данных у AI сейчас одна из больших проблем. Я уверена, что вы будете идти в ногу со временем, расскажи о самых больших сложностях вот в процессе развития своего стартапа, сколько вы уже существуете, когда вы запустили, и что самого сложного для тебя было? Самое сложное было выбрать идею вначале, потому что у меня была идея работать над естественным интеллектом, я кучу чего делал, я чат-бот сам программировал, я приложение просто для прикола, для еды делал, кто-то, если хочет, сделать идею покемон для овощей, чтобы люди более здорово питались, говоришь, типа, вот авокадо, если ты соберешь тебе сколько-то очков, и ты ищешь авокадо, там, или, ну, такой игрой я работал, короче, кучу чего пробовал, это такой тест, во-первых, рынок, есть ли рынок, во-вторых, есть ли у меня желание это делать, потому что иногда в голове думаешь, классная идея, мне нравится, когда начинаешь делать, лень, не тянет, и вот такой был процесс пробовать разные идеи, и вот именно вот эта программа менторства, прям, во-первых, у меня позиция очень хорошая, как бы, я вот в этих разных странах работал, у меня много друзей в этих компаниях, в топовых, у меня личная история очень похожа, ну, связана с этим, во-вторых, мне просто это очень нравится, просто я удовольствие от этого получаю, и вот это классная комбинация, когда у вас что-то получается, вам это нравится, и это нужно, в японском языке это называется икигай, слышал? мне кажется, у тебя уже близко к икигай, икигай это такая диаграмма вена, у вас вот нравится, получается, и это нужно, мне кажется, вот Вики нам нравится, получается, и это очень нужно, сколько, миллионы просмотров, и вопрос в том, для меня, насколько я близок к этому, к вот этой точке, мне кажется, со временем я приближаюсь, иногда я делаю вещи, которые мне не совсем нравятся, да, или иногда я делаю вещи, которые мне не совсем нужны, но вот это очень для меня интересный вопрос, я думал тоже компанию начать, помочь людям найти икигай, да, как бы, там, пообщаться с человеком и понять, о, блин, да тебе же нужно быть, там, художником, или, там, филологом, ну, с этим сложно, потому что рынок, да, но я думал, именно этим заняться, может, как-нибудь займусь этим тоже, там сложно с финансовой точки зрения этот бизнес сделать, наверное, но если кто-то хочет делать, тоже классно делать, потому что. Ты сегодня много идей. Да, буду рад эту идею дальше рассказать, о том, о чем я сделал, может, инвестируя тоже. Да, мне хотелось бы поговорить еще о таких интересных вещах, как, в принципе, иммиграция, да, как быть иммигрантом успешным в другой стране. Ты сам из Кыргызстана и много в каких странах пожил, с разным менталитетом. Расскажи, вот, о каких-то особенностях и, может быть, есть какая-то общая формула, как быстро внедриться в новую профессиональную культуру. Жил я в Ирландии 7 лет, 6 лет в Ирландии, год в Швейцарии, в Цюрихе и, вот, уже, сколько, 5 лет в США, в Сан-Франциско, везде был иммигрантом. Какие общие вещи могу сказать? Частично зависит от культуры, которая там. В Ирландии плюс был, куча молодых людей, в основном с Европы, но со всего мира съезжаются, и это их первая работа. Там как университет, плюс у людей есть деньги, да? Но сложно было подружиться очень хорошо с ирландцами. Мне очень нравятся ирландцы, они очень откровенные. Много плюсов мне напоминают русские, там, украинские, белорусские народы. Сложно словами объяснить, но вот какая-то откровенность, простота, что ли, вот это напомнило, с точки зрения, ну, именно очень классных плюсов. С ними все равно мне лично было сложно подружиться глубоко, но и у всех моих знакомых, испанцев, немцев, та же самая была проблема. В Швейцарии еще сложнее. Швейцарцы к ним все пытаются попасть, а им это не совсем такое ощущение, что приятно. Даже у них стереотипы есть, там, насчет болгаров, там, куча разных, и там очень классно жить, качество, с точки зрения, там, транспорт, еда, зарплата, страховки. Все, вот, по бумаге, шикарно, но все равно чуть-чуть такое есть, что ты иммигрант. А в США что нравятся? Все иммигранты практически, да, там, и чувствуешь себя больше своим. И здесь почему-то американцы быстрее домой приглашают. Мне кажется, быстрее получилось более близкие отношения завести. Тоже сложно, конечно, в любой стране, вот, но с точки зрения, именно адаптации, вот это было, вот это было, вот это отличалось. Каждый раз все-таки тебя, вот, находясь в каждой стране, твой проект все равно как-то был связан, или какой-то из проектов был связан с твоей родиной, или вокруг этого. Почему так? Ты чувствуешь вот это, какой-то душевный порыв помочь тебе стране? Мне нравится наша страна, Кыргызстан, очень маленькая, очень зато хорошая природа, кочевнический образ жизни, очень прикольный. Да, кстати, ты как-то, по-моему, в гугл, я взяла фотографии, ты поставил, я боюсь ошибиться, как правильно называют это. Юрта. Юрта, да. Такая история, что у нас, у кыргызов, есть такие юрты, в которых мы жили, ну, давно, и что классно, она очень мобильная, ее можно там на лошадях перенести очень быстро. Очень такой мобильный образ жизни, да, сейчас к этому, наоборот, идут стремятся, ремоут называется, да, и как бы это такое, очень глубоко в культуре такой образ жизни, и юрта это такой символ, и у меня эта юрта стоит, стояла в Google X на рабочем столе, и она такая, как лего, такая маленькая компания, с основателем общался, он фанатик юрт, просто, он мне очень нравится, и он сделал типа лего юрту, у меня на столе стояло, и моя коллега подошла, говорит, а, что это такое, я со страстью начал рассказывать про нашу культуру, она говорит, а давай сделаем такую, типа в Google X, я такой, давай, да, и вот это такое прикольное, тоже культура Google X такая вот, почему нет, и мы ни у кого разрешения не спрашивали, нашли человека, который обожает юрты тоже, здесь, в Берри, а он американец, но он кучу юрт сам строит, и мы попросили его помочь, вот поставить юрту, именно в Google X, и мы это сделали, секретно, в субботу, воскресенье, поставили юрту, и в понедельник люди пришли на работу, это на третьем этаже было, и там такое, юрта огромное, и это было очень прикольно, очень много позитивного было отзыва, пара негативных было, потому что чуть-чуть шумно было, когда люди там что-то делали, встречи проводили, вот, но классно, что наш CEO, Google X, Astro Teller, там встречи даже проводил, очень там, ну, многие там начали встречи проводить, это было очень прикольно. Насколько я знаю, есть такая у тебя интересная история, когда ты сопровождал CEO Google в Кыргызстане? Тогда, в принципе, уже в Google меня знали, как вот Central Asia Guy, и опять же в Кыргызстане, в Центральной Азии тоже так знали, как Google Guy, и я узнал, что какая-то делегация отправляется в Кыргызстан, мне сразу стало очень интересно, я через там знакомых, в Google там связи нашел, кто приезжает, я осознал, что вот Эрик Шмидт приезжает, а я как раз в то время планировал в Кыргызстан ехать на лет, в июне что ли было, вот, я говорю, о, типа, я буду там тоже, как бы, я из Кыргызстана, я занимался Кыргызстаном очень много лет, как бы, я сказал, вот я единственный представитель, типа, чем я могу помочь, может быть, какие-то там советы дать, и так далее, они говорят, о, классно, как раз, раз ты там будешь, давай ты нам встречи организуешь с президентом, премьер-министром, короче, вот имейл тебе, короче, и это было очень прикольно, потому что я, с одной стороны, общался вот с Эриком Шмидтом, с ассистентами его, с другой стороны, вот, с президентом, ну, не напрямую с президентом, но с ассистентами президентов, и придумывал график, типа, кого первого, президента или премьер-министра, и в то время, как раз, вторая революция была в Кыргызстане, когда премьер-министру дали больше парламочий, а президенту меньше, это было очень интересно, такое, исторический момент, где баланс был очень интересный, и мне нужно было понять, что сделать, как бы, потому что, если я что-то неправильно бы сделал, я бы не хотел, чтобы на меня злился президент или премьер-министр, и у меня, на самом деле, был один из самых интересных в моей жизни, один из самых стрессовых, потому что цена ошибки была высокая, с одной стороны, вот у меня там, я, там, кыргызский паспорт, это моя страна, да, там, президент, они много чего могут сделать, да, если я что-то сделал неправильно, конечно, они бы не сделали этого, с другой стороны, Эрик Шмидт, ну, он как раз с ее, с должности с ее ушел, Эрик Шмидт, ну, они намного проще к этому относились, но все равно, как бы, ставки очень высоки, а до этого я такого ничего не делал, но все прошло очень хорошо, я считаю, после этого мы как раз наладили связи между вот Google и Центральной Азии более сильными, вот проект Google Street View, это один из таких выхлопов был после этой встречи, и для меня это было очень крутым моментом, где я был на встречах прям близко к президенту, себя, премьер-министру, такой резкий скачок, и это прикольно, то, что когда ты занимаешься тем, что тебе очень нравится, но никому вроде бы не нужно, как бы вот Кыргызстан, там 6 миллионов людей, там интернет-пользователей очень много, не так много, да, всегда больше бизнеса в других странах для американской компании, и, ну, как бы с точки зрения бизнеса не стоило мне заниматься Кыргызстаном, я это сделал не из-за бизнеса, а из-за страсти, и все равно так получилось, что у меня очень-таки, очень хорошо пообщался с Эриком Шмидтом, с его командой, хорошее отношение наладил, многие люди, которые выше меня были на несколько уровней, у них это никогда и не произошло в карьере, да, на протяжении многих лет, и это так получилось, что ты делаешь что-то вроде никому не нужно, но оно может оказаться, не знаешь когда, но специалисты иногда оказываются нужны, я был специалистом именно в Центральной Азии, Кыргызстане, ну, и сейчас я думаю специалист, вот, и это прикольным уроком было тоже, что ты можешь что-то свое делать, а потом раз, один день это выстрелит, да, и как бы статус у меня в Кыргызстане очень повысил, с тех пор меня премьер-министр, мэр города, чуть ли не каждый год приглашают, после того, как юрту я поставил, меня мэр сразу пригласил, мэр мне юрту подарил, потому что, как бы, это была такая, юрта в Кремниевой долине, кочевники поставили юрту, это была очень вирусная новость, даже в России, лента.ру, и многие написали, и опять же, у меня не было такого, как бы мне встретиться с мэром, или премьер-министром, у меня не было такого плана, у меня было, блин, я обожаю вот эту вещь делать, никто ее не делает. Интересно, что мне надо было сделать, засадить поле картошки? Не знаю, ну, вот у тебя прогулок, я же не думаю, что ты прям так сильно этим делаешь, у тебя просто это натурально идет, и мне кажется, у многих, у кого успехи идут, часто это бывает, ты нашел, ты вот делаешь, и часто это не было, вот я хочу заработать миллиард долларов, напрямую идешь, это очень интересный вопрос, карьерный, что делать. Можно ли сказать, что отчасти, отчасти, работа в Google тебя нашла сама? О, сто процентов, да. Если бы тебя не нашел тогда рекрутер, если бы ты не попробовался, возможно, у тебя бы не зародилась идея такой. Да, я не думал туда даже подавать, я был, опять же, самооценка довольно низкая была, у меня мечта была в Японии пожить, у меня был пароль даже с этим связан, я не буду вам говорить пароль, да, но там мечта была получить магистрскую степень, сейчас бы начнем взламывать хакеров, магистрскую степень в Японии, это была мечта. Я надеюсь, я бы ее добился, если бы меня рекрутер не нашел, возможно, потом бы попытался в Google Японию попасть. Интересно, что было бы, если бы не так, да, но может быть, я бы не попал в Японию, было сложно, у меня с японским языком все равно тяжело шло, японцев не так мало в Кыргызстане, да, с оценками в университетах у меня всегда было и в школе плохо, у меня не было таким GPA, которого там 4, у меня была GPA очень низкая. Вот я вообще к чему? К тому, что, как думаешь, что людям мешает мыслить амбициозно? Много ребят, которые живут в маленьких городах, даже и в больших городах, но они считают, что где я, а где Google, например. Да, да, я даже не думал, у меня не было такого, что попаду ли я в Google, наверное, нет, я даже не думал, это как бы, вот я вот живу, и вот есть какая-то планета Сатурн, да, она вот там, а я вот, у меня жизнь здесь, да, у меня Google был такой. Я бы никогда слышал про планету Сатурн, но она как к моей жизни никак не имеет какого отношения раньше не имела, а сейчас я осознал, что на самом деле это реально, я думаю, это для человека из любого города реалистично. Да, но твоя история показывает, что это реально, и я уверена, что ты общаешься сейчас с большим количеством людей, которые точно так же находятся на том, где-то на той позиции, где ты когда-то раньше, когда не мечтаешь об этом, но и при этом ты видишь какие-то очевидные истории, когда люди доходят до туда, о чем они вообще не мечтали. А что вообще мешает, как ты считаешь, людям мыслить вот так амбициозно? Мне кажется, тут больше отсутствие эти примеры, вот, а почему я обожаю прок-блог, ты создаешь примеры, когда ты видишь, а, вот, там, девушка из моего городка смогла это сделать, наверное, я, может, тоже смогу, да, там, а вот парень из моего, ну, вот, когда ты видишь, что это реально, ты это делаешь, а вот, как бы, у меня не было такого примера, типа, вот, я единственное знал человека, вот Гарвард поступил, там, один был, но у него GPA был, там, по-моему, 4.0, у меня было, там, 2.9, и никак, короче, никак не совпадало. Более того, я знал, что он тебе сказал, что, как бы, да, ну, отдельная история, да, он, как бы, он говорит, как бы, ну, сила опыта, очень высокий нужен GPA, а у меня на четвертом курсе, ну, никак не выходило. 4.0, это из 4.0, нет, он говорил, типа, нужен, типа, 3.6, что ли, 3.7, это правда, на GPA многие компании смотрят, но в технологических компаниях, оказывается, меньше смотрят. Когда у меня интервью прошел в Google, они мне сказали, окей, думал подделать, реально, подделать, подделаю, потому что я сильно хочу, но я все-таки решил не подделать, отправил, и все-таки взяли, 2.9, оказывается, иногда берут, ну, меня взяли, из 4.0, про блога очень классно, когда видишь, что кто-то может, не просто в книжке Билл Гейтс, что там, миллиард долларов заработал, а вот, более человек похожий, которые, похожие проблемы, с теми же самыми вещами, с иммиграцией, и так далее, там, с английским языком проблемы, может быть, и вот, мне кажется, вот этого не хватает, ну, вот, менторов, если вы кого-то видите, кто, вы считаете, вы хотите быть, как этот человек, через 5 лет, напишите этому человеку. Мне кажется, тебе сейчас повалится, пожалуйста, пишите мне, да, я занимаюсь этим профессионально, пишите, спамьте меня, я даже имейл дам в конце свой, потому что я представляю, что это был я, когда, когда был я, на вашем, в нашем месте, мне как-то легче, если какой-то американец, который в Стэнфорде учился, им будет сложнее понять, а я просто представляю, блин, вот, когда я был на этом месте, мне было, как мне сложно было, и поэтому я стараюсь отвечать очень многим, мне это нравится, мне это энергию дает. Ну и других, многих таки знаю, которые вот почувствуют, блин, вот я был таким же человеком, такой же, там, программисткой, 5 лет назад, и у меня были те же боли. На самом деле, многие люди очень классно относятся к этому. И вот CEO, там даже можно, я сам лично писал, CEO пишет, блин, у меня проблемы, они очень занятые, но иногда они помогут. Желательно, конечно, не Илон Маск писать, а пониже. Пониже, да, поэтому, может быть, на 3 года впереди, на 5 лет впереди. И вот многие наши менторы, они как раз вот в этой стадии, где они очень крутых вещей добились, но это не Илон Маск, но Илма занят. Да, представим, что тебе пишет студент Бишкекского государственного университета, такое существует? Конечно, везде есть, в Советском Союзе. А как назывался твой университет? А мой, он Американский университет Центральной Азии, но пишу, да, с этих университетов. Ну вот, представим, что Американский университет Центральной Азии, студент, Телег Мамутов, пишет тебе 15 лет назад, тебе сейчас. Просто тебе советую, что бы ты ему дал? Когда я в Google попал, и все узнали, типа, вот, Кыргызстан из Google, там, пару интервью было, мне начали писать, о, как ты попал? Типа, какие вопросы задавали? Раз отвечу, второй раз, третий, я несколько документов написал, которыми я бесплатно делюсь, ну, как, как готовиться к Google, что, что на интервью делать, и много разных документов, какую компанию подавать, да, окей, Google не взяли, Facebook не взяли, какие еще есть компании, да, там, кстати, можешь сотрудничать, это, опять же, это бесплатная информация, все распространяю, вот, потому что это те же самые вопросы, которые ко мне приходят, и для меня это тоже интересно понять, о, блин, у 50 людей то же самое, то же самое вопрос, значит, никто на это не ответил, да, и поэтому мне очень интересны эти вопросы, и я вот стараюсь документы писать, наверное, скоро блокпосты надо написать, что это Google доки сейчас, если вы напишете, я буду стараться отправить, сложно будет вам задать вопрос, который мне не задали, я вам даю вызов, мы, конечно, можем устроить конкурс, задайте вопрос, который не задавали, 100 долларов за каждый вопрос, да, шутка, большинство вопросов, они одинаковые, поэтому у меня уже есть, наверняка, на это ответ, перенаправлю кому-то, если будет про иммиграцию, скорее всего, к Вики перенаправлю, Оуан, очень крутая виза, почитайте про нее, вот, поэтому, да, как бы, часть, это, кстати, карьерный совет, это стать таким хабом, я вот, в Google я стал в Центральной Азии хабом, у меня информация, просто через меня проходила, иногда у меня времени не было, а в Google Ads я стал хабом по картам, если у кого-то у Галэй были карты, телег, как бы, в Waymo мне обращались, во всех этих отделах, и вот это очень-очень помогает в карьере, не обязательно, что вы экспертом должны быть, просто перенаправьте человека, и в следующий раз они опять к вам обратятся, и со временем у вас будет, когда через вас может проходит много, будет больше оставаться, такое, оставаться больше и больше, и в итоге вам не обязательно будет там, постоянно перенаправлять, вот, допустим, карты, постоянно перенаправлять, если что-то, что вам нравится, и вот карты, например, это была такая моя вещь, еще такой карьерный хак был, я купил себе в футболке карт, и в голове такое подсознательное, телег, карты, карты, телег, я всем советую какую-нибудь такую вещь найти, желательно, чтобы не популярная была, чтобы какая-то такая странная, может быть, вещь была, потом все равно у вас будет накапливаться, потому что какая бы она не популярна была, она довольно большая, наверное, будет. Спасибо тебе за то, что ты поделился своей историей, я уверена, что для многих ты стал вдохновением, твоя история, в частности. Мы оставим все обещанные твои имейлы и ссылки на твой проект в описании к этому видео. Я знаю, что у тебя есть еще YouTube-канал, начинающий. Да, YouTube-канал есть, очень начинающий. Ну, может быть, если сейчас повалит туда какое-то количество людей, возможно, для тебя это будет тоже мотивация, его развивать. Спасибо за рекламу. Телег Мамутов, если русскими, не английскими, а русскими напишите буквами, там вы видите, несколько тоже интервью делаю, пока не такие профессиональные, как у Вики, но это тоже, ребята очень интересны в Центральной Азии. Плюс, ну вот мы программу начали, называется Out Talent, мы собрали очень крутых менторов, OpenAI, Google X, очень-очень классные компании, которые все прошли через эту боль, там переезда или еще что-то, и они эксперты, как проходить именно техническое интервью. Это самая сложная часть. Вот, и если вы хотите подать в Google такие, ну, подобные компании, или вы если уже подали, если вас вызвали уже на он-сайт, вы можете мне написать, часть вещей я могу бесплатно просто вам информацию отправить, или можно платно с вами позаниматься. Очень усиленно мог интервью, и мы помогаем с рефералами, чтобы у вас не только Google оффер был, но и там Facebook, Amazon. Если у вас параллельно будет, наверное, многие говорили, параллельно несколько будет офферов, тогда у вас зарплата может подпрыгнуть на 20, 30, один я слышал 50%, 50, наверное, это какой-то странный случай, ну, 20% это более реалистично, и мы пытаемся вот помочь программистам пока что попасть именно в такие компании, не просто попасть, но и чтобы было несколько офферов, и, да, надеюсь, у вас тоже получится. Ну, я уверена, что ты уже своей историей как минимум помог. Спасибо тебе еще раз, и я желаю тебе удачи во всех начинаниях. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, всем пока. Всем пока. Не забывайте подписаться на канал и заглянуть в описание к этому видео. Теперь точно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok